Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вам немножко необычную приманку, которая называется гусеница. Мне как-то попались вот такие крючки, но они выполнены по очень хорошей форме, но с лопаточкой. Я немножко подумал и, в принципе-то, приспособил нашу мушку под этот крючок и изготовил вот такую гусеницу. Как вы видите, она выполнена методом плетения с обработкой пером. Давайте попробуем связать такую же, но немножко в другом стиле. Крючок я немножко подготовил. Я взял обыкновенную леску диаметром 0,8. Вот такую. И сделал петельку там, где у меня лопатка. Промазал клеем, промотал и все счастье. Значит, эти мушки можно изготавливать как огруженные, так и нет. Так как меня попросил друг, чтобы я ему изготовил огруженную, значит, мы будем снимать огруженную. Я немножечко промазываю клеем и подгружаю свинцом. Продолжение следует... Продолжение следует... Не доходя до колечка, которую мы изготовили петелька, отрезаем свинец и заделываем края нашего свинца. Промажем еще немножечко клеем и придадим форму нашей гусенице. Но, чтобы бестолку не мотать, мы сразу закрепим материал, из которого будем изготавливать нашу мушку. Обмотку я буду производить пером. Перышко я уже подготовил. Креплю его сразу за свинцом и промазываю немножечко, проматываю немножко нашего загиба. Вот так. И будем мы с вами методом плетения выполнять черным и желтым. Делать тело типа осы. Нить обыкновенный акрил. Можно использовать любой материал, который вы сочтете нужным. И теперь хорошенько проматываем наше тело, выравниваем все неровности. Вот я обмотал наше тело ниткой и сразу сделал вот такое даббинговое покрытие. Теперь для того, чтобы мне нормально дальше вязать, мне необходимо немножко повернуть станок. Вам будет неудобно, но, по крайней мере, вы уже знаете, как можно методом плетения это выполнять. И возьму, буду добавлять цветной даббинг. Блестящий. Вот такого типа. Так как я использую желтый цвет и черный цвет, я подготовлю для себя щепоточку желтого. Поверну немножечко даббинга. И начинаем. Уводим вниз черную нитку, так как мы вязали осу. И проматываем здесь же, удерживая черную нить, два, три, сколько вы сочтете нужным для изготовления вашего тела. Не ослабляя натяжку нашей черной нити. Теперь я подхватываю желтую нить и черной нитью начинаю делать обмотку. Вот как вы видите, у нас понемножку начинает проступать сегментация нашей мушки. Держим. Опять берем желтый даббинг и немножечко добавляем на нашу желтую нить. удерживаем черную нитку внизу и желтой начинаем выполнять обмотку. Вот так. Раз. Теперь перехватываем нить, добавим немножечко еще даббинга на черную нашу нить. Удерживаем и начинаем обмотку нашей черной нитью. подводим ее вниз, удерживаем, делаем оборот желтой, уводим черную вниз, держим натяжечку. черную Следим за тем, чтобы наша нить шла прядью. Уводим желтую вниз, перехватываем черной, и делаем обороты. Как вы видите, тело наше получает небольшую сегментацию. Дальше я продолжу в удобном для себя положении. Когда дойду до загиба, продолжим вместе. вот мы дошли с вами до колечка. Здесь я креплю другую нить. Прихватываю наши ниточки, которыми мы плели. и отрезаем. Вот вышло у нас такое симпатичное тело. Теперь нам остается только лишь обмотать пером. по всему телу. Я немножечко поверну так, чтобы мне было удобно. Вам будет видно. И начинаем делать обмотку. Возле хвостика делаю один полный оборот. И стараюсь с равным шагом выполнить обмотку. дошли до колечка и прихватываем наше перо. Прихватили. Поставим крючок в удобное положение. Отводим бородки и промотаем. Головку мы не будем формировать выдающейся, так как она у нас здесь и не очень-то нужна. просто сейчас удаляем перо. Просто закрепим наше перышко так, чтобы была более-менее симпатичная головка. делаем завершающий узел. и так как мы вязали на леске импровизированном колечке, я возьму промажу клеем, чтобы моя мушка была немножко покрепче. вот наша с вами гусеница, вот так она выглядит довольно-таки симпатично. Готова к рыбалке. Довольно-таки уловистая приманка, откликается разная рыба, непредсказуемая, просто непредсказуемая. Поэтому если вязать на меньших крючках, я не пробовал, но мне так кажется, что не устоит ни красноперка, ни платвичка. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!